Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я делал скринкаст по секретам Gmail, ссылка в описании. Скринкаст смотрели, за продолжение голосовали, да и сам я узнал много нового и интересного. Поэтому сегодня продолжение, как и обещал. В прошлый раз я делал в некотором смысле бессистемный обзор, просто о том, чем пользуюсь сам и что мне кажется полезным. Сегодня наоборот системный, то, что не менее полезно, правда сам я этим не пользуюсь в силу некоторой внутренней неряшливости. Речь пойдет о том, как содержать ящик в чистоте и использовать Gmail как органайзер. Ну первое — это вовремя удалять все ненужные письма. Это понятно. Второе — есть не совсем ненужные письма, но оставлять их в ленте тоже не камильфо. Их можно и нужно архивировать. Из ленты они пропадут, но где-то в закромах Gmail останутся. Кстати, где они останутся и где их потом искать при необходимости. Во-первых, они будут показываться в закладке «Вся почта». Тут вообще все письма, которые у вас есть. А во-вторых, можно воспользоваться поиском. Поиск также показывает все сообщения, включая архивированные. А вот. О поиске мы сейчас поговорим отдельно. А последнее, о чем стоит сказать — это о важных письмах, которые, наверное, тоже не очень хорошо оставлять в несортированных, то есть в повалку. Смысл в том, что если вы используете Gmail как рабочий инструмент, письма нужно структурировать, чтобы всегда было ясно, какое где можно найти. Тут вам помогут метки и ярлыки. О том, что это и как создавать я говорил в прошлом скринкасте. Таким образом из ленты письма удаляются и перемещаются в свои категории. Если грамотно создавать категории и подкатегории, удалять ненужные и архивировать относительно ненужные, у вас всегда будет чистая лента, а значит Люба дорого посмотреть. Но если вы запустили ящик, как, например, я, или вот прямо сейчас поняли, что я прав и надо все рассортировать, вам не обойтись без поиска. Про поиск тоже надо сказать несколько слов, он тут весьма продвинутый. Итак, вот у меня, например, в промо акциях куча писем, потому что я их вовремя не удалял. Не получается у меня, как маленький принц советовал. Вот тут какой-то виш, понятия не имею, что это и надо бы это удалить. Если набрать в поиске просто виш, то он покажет все письма, где есть это слово. В том числе могут быть важные письма. Можно, например, поступить так. Оставить в выдаче только непрочитанные. Важные письма вы с большой долей вероятности открывали. Кстати, тут даже в общих настройках поиска есть весьма полезные критерии. Например, за какое время. Содержат ли прикрепленные файлы. Тут почему-то нет разбиения по типам. Наверное, потому что вообще нет прикрепленных. Но в принципе тут можно выбрать, какие именно типы файлов в attache. Далее кому. И можно исключить промо акции. Категорию, где мы сейчас находимся. Но если мы хотим решить поставленную задачу, а именно удалить все письма от wish, не затронув случайно других отправителей, то нужно просто воспользоваться расширенным поиском и добавить адрес wish в отправители. То есть берем адрес. Кстати, хорошо бы еще отписаться от рассылки, чтобы перекрыть поток спама. Берем адрес, вставляем в поле от. Дополнительные параметры нам не нужны. И получаем все письма от wish. Он пишет, что их тут 169, но их тут на самом деле гораздо больше. Выделяем все. Кстати, он сейчас выделил только те, что умещаются на страницу. То есть 100 писем. Но есть тут неприметная запись. Все, что соответствует запросу. Так он выделит вообще все. И можем удалять. Больше писем от wish в нашей ленте нет. А если вы уверены, что в промоакциях нет ничего важного, можно удалить вообще все. Просто чтобы не засорять почтовый ящик. Тут также есть возможность обойти ограничение в 100 писем. И последнее, о чем хочу рассказать, не относится непосредственно к чистоте почтового ящика, но относится к использованию Gmail как органайзера. Кроме ненужных писем у вас, конечно же, есть нужные. Те, которым нужно уделить особое внимание, но сейчас нет времени. Во-первых, их можно помечать звездочкой, то есть помещать в избранное. Потом отработать, убрать звездочку и положить в соответствующую категорию. А во-вторых, для тех, кто пользуется задачами, их можно отправлять напрямую в задачи. Добавляете дату, время и с большой долей вероятности это письмо вы уже не потеряете. По крайней мере дату всегда можно сдвигать, но задача будет оставаться. Все. Я надеюсь, что продолжение следует. Опять же голосуйте лайками и пишите в комментариях, какими неочевидными функциями Gmail пользуетесь лично вы. Будем менять этот мир посредством технологии вместе. Ну и конечно подписывайтесь на канал и любите друг друга.